Здравствуйте дорогие друзья! В прошлой части видео о монтаже гипсокартона по металлокаркасу речь я в основном ввел о сооружении каркаса из металлопрофилей. Эта же очередная часть будет продолжением предыдущей. Итак, остановился я в прошлой части о том, что в этой части комнаты и на этой стене будет располагаться после проведения всех отделочных работ плазменный телевизор Smart, которому уже даже подведено интернет-включение. Для крепления таких вещей к стене, когда каркас при отделке изготовлен из металлопрофилей, а это по сути жестянка и неважно кнауф это либо нет, крепеж производится особым образом. Кстати, то же самое касается и ванной комнаты, когда к примеру требуется повесить на стену шкафчик с зеркальной дверкой и вещи эти довольно-таки очень даже нелегкие. И о принципе крепежа таких вещей я вам обязательно поведаю после сооружения перегородки для ванной комнаты. Кстати, о профилях. При сооружении каркасов я использовал бюджетный вариант, то есть не кнауф, но и ничем не хуже его, просто гораздо дешевле от нашего производителя. Просто возьмите за правило, когда закупаете профиль для проведения ремонта, берите толщиной не менее 0,6 и все будет в порядке. Они довольно-таки жесткие, недорогие, то есть от нашего производителя. Перечислять я их сейчас всех не буду. Кому это нужно, вы всю эту информацию найдете и в интернете. И не обязательно тратиться на кнауф, так как цена у них завышена только из-за их бренда. Я вот только одного не пойму, к чему производители, а точнее некоторые производители, выпускают профили суперэконом-класса. В них даже саморезы проворачиваются. И что-то путно к ним закрепить практически невозможно. Да и гнутся они буквально как фольга. И главное, люди их берут, а потом жалуются. Ну, кстати, это-то и есть человеческий фактор. Так что в первую очередь при закупке этого материала обращайте внимание на толщину профиля. И как я уже упоминал чуть ранее, она должна составлять не менее 0,6. Как вы, наверное, уже обратили внимание, вся электропроводка в этом помещении мной была проложена в гофрированной трубе за каркасом. Там, где стоят распределительные коробки, впоследствии в гипсокартонных листах прорежутся отверстия и установятся декоративные дверки доступа. Прямо заподлицо со стеной. Также за каркасом я протащил и антенный кабель. При монтаже электропроводки провод на розетке я пустил с сечением в 2,5 квадрата, как это, в общем-то, и положено. А на освещение 1,5 квадрата. Разумеется, провода медные и моножильные, да еще и ВВГ-НГ, то есть не поддерживающие горение. Стоят они за 1,29 м рублей. Думаю, не так уж это и дорого. Да, и, кстати, еще хотел бы обратить ваше внимание на данные гофры, в которых проложены провода. Стоят они копейки, рублей 6 за 1 погонный метр. И являются они тоже негорючими, то есть горение они не поддерживают. Но в наши дни полно и всяких левых производителей, так что попадаются и горючие. Так что будьте внимательнее, купите для начала кусочек и проверьте на улице зажигалкой на предмет ее горения. Те, кто смотрел предыдущие части видео, наверное, помнят о той торчащей потолочной балке, из-за которой я не стал отступать от стен, чтобы скрыть ее за каркасом. Я закрепил под их ребра направляющие профили саморезами и тем самым затем ровненько выставил весь каркас. В общем, после того, как я данный каркас зашью гипсокартонными листами, в верхней части стены я сооружу короб на всю длину помещения. В общем, будет смотреться оригинально. Потом в данный короб можно будет вмонтировать какие-нибудь светодиодные, либо точные светильники. В общем, я это дело обдумаю, и мы еще это согласуем. Теперь о крепеже телевизора к стене. Прежде чем зашить стену гипсокартоном, нужно, разумеется, сначала подготовить место для крепежа таких вещей, как телевизор. Сначала подготовим вот такие вот детали, как они вырезают, я показывал в предыдущей части данного видео. То есть, прежде чем крепить, то есть по размеру отрезали такую деталь между двумя вертикальными профилями. Далее берем брус, отмеряем, отрезаем, вставляем профиль и крепим саморезами. Перед тем, как закрепить данную деталь к вертикальным профилям, вертикальные профили не помешают вставить тоже бруски. Примерно вот такой вот длины будет вполне достаточно. Вставляем их в заднюю часть профиля и крепим с лицевой части профиля саморезами. В общем, вертикальные профили бруски были уже закреплены. Для тех, кто не знает, что такое настенные крепления для телевизора, это такая своеобразная планка, которая крепится к стене, а затем на нее навешивается уже плазменная панель. Как примерно выглядит данная штука, сейчас вы это можете наблюдать на своих экранах. Так как различных модификаций данных креплений в продажах великое множество. Да, и кстати, и каждая из них подходит только под конкретную модель телевизора. Кстати, то же самое я проделал и на противоположной стене, так как заказчик еще окончательно не определился, на какой именно стене будет висеть данный телевизор. Прежде чем монтировать листы гипсокартона каркасу, не помешает сначала на полу очертить центр каждого профиля. Как видите, в том месте, где выходит канализационная труба слива с кухни, я установил между вертикальными профилями обрезки направляющих профилей. Неважно, так же это могли быть обрезки профилей 60 на 27, главное, чтобы они были. Так как здесь, при установке гипсокартонных листов, в гипсокартоне будет прорезаться под данную трубу отверстие коронкой. И для усиления каркаса в этом месте желательно поставить горизонтальный профиль. Также, перед тем, как зашивать каркас гипсокартонными листами, если у вас проброшена за каркасом электропроводка, вот как в моем случае, то обязательно каждую ветку провода, приходящую к распределительной коробке, нужно отметить, чтобы при подсоединении проводов в распределительной коробке, если вы ее, конечно, будете проводить потом, как в моем случае, а не сразу, вам не пришлось запутаться в проводах. Кстати, в моем случае это еще не все провода, будут и еще. Хотел бы вам заодно показать еще одну вещицу. При монтаже вот так вот горизонтали, если вам понадобится это делать в каркасе, и у вас множество вот таких вот профилей, которые меньше промежутка между вертикалями, то можно сделать следующее. Хотел бы подчеркнуть, что данный вариант, в первую очередь, касается тех людей, которые сами делают у себя ремонт, и тем самым хотели бы сэкономить на материале и пустить подобные обрезки тоже в дело. Тем самым, не затрачивая свой бюджет на закупку дополнительного материала, так как при сооружении каркасов на самом деле остается очень много обрезков профилей. Отрезав два куска профиля по длине, между вертикальными, затем просто вставляем любой обрезок от бруска, и затем скрепляем с лицевой стороны саморезами с пресс-шайбой. В общем, на этом детали готовы, ее можно закрепить к каркасу. При монтаже листов я использую пластиковые пластины, буквально в несколько миллиметров, чтобы не было прямого соприкосновения гипсокартонных листов с полом. Помните, наверное, о тех отметках на полу, о которых я упоминал чуть ранее. Теперь можно просто, поставив уровень, отметить линии крепежа, когда в дальнейшем и будут крепиться саморезы. Подчеркиваю, отметить по уровню, так как профили у нас стоят все по уровню. Это-то и будет центр профиля. Обратите внимание, как я креплю гипсокартонные листы к каркасу, то есть в разбежку, в своеобразном таком шахматном порядке. Что же это дает? Такой принцип крепежа обеспечивает дополнительную прочность всей конструкции. Теперь чуть поподробнее. Вот я для наглядности начертил пунктиром линию на гипсокартонном листе. При крепеже гипсокартонного листа саморезами к профилям не нужно пытаться каждый саморез вкручивать в профиль на одной линии. Делать это нужно в шахматном порядке, то есть в разбежку. Вот и все секреты крепежа гипсокартонного листа к каркасу. Когда по вертикальному ряду приходится состыковывать два листа гипсокартона, нужно обязательно между двумя листами сделать вот такую вот канавку. Делается она для того, чтобы в дальнейшем прошпатлевка была в этом месте качественной. А не то, что просто намазали шпатлевку между двумя кусками гипсокартона и на этом все. Такая прошпатлеванная поверхность просто-напросто со временем треснет. Обычно проделывается это рашпилем. Сейчас вы его видите на своих экранах. Стоит он рублей 500. Но для тех, кому нужно сделать небольшие объемы работ, не обязательно его покупать. Можно проделать это и другим способом. Каким, я вам сейчас это наглядно и покажу. Берем резак, выдвигаем лезвие примерно вот настолько, лист гипсокартона, ставим резак под 45 градусов и поехали. Все, паска снята. Крепятся гипсокартонные листы к каркасу саморезами по металлу длиной в 25 мм. Но если вы задумали делать второй слой, то, разумеется, по второму слою применяются уже саморезы подлиннее, в 35 мм. Итак, обе стены я уже зашил гипсокартоном. При крепеже я использовал саморезы по металлу. Вот так вот они выглядят с мелкой резьбой. Крепеж я производил примерно через каждые 15-17 см, чуть притапливая шляпку самореза для последующей прошпатлевки мест крепежей. Да, и кстати, при монтаже гипсокартона между листами нужно оставлять небольшой зазорчик для в дальнейшем последующей прошпатлевки этих мест. Почему я сразу не соорудил каркас и не зашил и эту лицевую стену, объясню подробнее. Из-за данной трубы отопления. Здесь придется здорово отступить. И чтобы не отступать на всю ширину комнаты вдоль всей этой стены, при этом теряя полезную площадь, я решил два этих участка сделать по отдельности. Сначала соорудив здесь перегородку между будущей ванной комнатой и этим помещением, которая будет монтироваться вот этими профилями, а точнее направляющими профилями 50 на 40 мм. При работе с которыми я буду использовать особую технологию монтажа, к которой мы чуть позже с вами и вернемся. А сначала нужно выставить и закрепить направляющие по полу и потолку, при этом учитывая и прямой угол. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok